Внутренняя энергия. Термодинамика – это теория тепловых явлений, в основе которой лежит закон сохранения и превращения энергии применительно к тепловым процессам. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория дополняют друг друга и расширяют возможности изучения общих свойств систем, состоящих из большого числа частиц. Одним из важнейших термодинамических понятий является внутренняя энергия. Внутренняя энергия тела или системы тел складывается из кинетической энергии хаотического движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Проще всего рассчитать внутреннюю энергию идеального газа, так как потенциальная энергия взаимодействия там отсутствует по определению. Таким образом, внутренняя энергия в этом случае однозначно определяется температурой. Работа в термодинамике. Изменение внутренней энергии возможно за счет совершения работы. Предположим, что под поршнем в цилиндре находится газ. Если на поршень подействовать некоторой силой F, то он совершит перемещение L. При этом будет совершена работа по сжатию газа. Так как угол α равен 0, а косинус 0 равен 1, то работа равна произведению силы на перемещение. Силу F, действующую на поршень, можно выразить через давление газа P и площадь поршня S. Тогда работа по сжатию газа равна, учитывая, что произведение площади поршня на его перемещение равно изменению объема газа, Работу, совершенную внешней силой, можно рассчитать по формуле. Поскольку сила давления газа на поршень противоположна по направлению внешней силе, то работа газа при его сжатии будет отрицательной. Количество теплоты Количество теплоты является вторым способом изменения внутренней энергии. При этом изменение энергии происходит за счет теплообмена между телами, без совершения работы. Передача теплоты от более нагретых тел, менее нагретым, приводит к тепловому равновесию между телами. При этом количество полученного или отданного тепла рассчитывается по формуле, где Q – количество теплоты, M – масса тела, Δt – изменение температуры тела, C – удельная теплоемкость, Теплота, как и работа, является не видом энергии, а формой ее передачи. Первый закон термодинамики Итак, внутреннюю энергию тела можно изменить двумя способами. Совершить над телом работу А. Сообщить ему некоторое количество теплоты Q. Следовательно, изменение внутренней энергии тела равно сумме, полученной телом, теплоты и совершенной над ним работы. Данное утверждение носит название первого закона «Начало термодинамики». Закон можно сформулировать иначе. Количество теплоты, переданное телу, идет на увеличение его внутренней энергии и на работу, совершаемую телом против внешних сил. Очевидно, что работа, совершаемая телом против внешних сил, равна работе, совершенной над телом с противоположным знаком. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Рассмотрим частные случаи первого закона термодинамики, применительно к различным изопроцессам. Изотермический процесс. Поскольку температура при таком процессе остается постоянной, то изменение внутренней энергии будет равно нулю. Следовательно, все количество теплоты, полученное телом, будет израсходовано на работу против внешних сил. Изохорный процесс. В этом процессе неизменным параметром является объем, а значит работа будет равна нулю. Тогда количество теплоты, которое тело получает или отдает целиком, равно изменению его внутренней энергии. Изобарный процесс. Учитывая, что постоянство давления в этом процессе подразумевает возможность изменения, как температуры, так и объема, можно сделать вывод о том, что первый закон термодинамики записан в виде. Или применим именно к изобарному процессу. Адиабатный процесс. Адиабатным называется процесс в газе, происходящий без теплообмена с окружающей средой. Тогда работа, совершенная над газом внешними силами, будет равна увеличению внутренней энергии газа. Если же сам газ совершает работу против внешних сил, то она будет равна убыли внутренней энергии. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...